На повестке дня 15 основных вопросов и 4 тематических. На очередном заседании правительства Ульяновской области первое слово предоставили министру строительства архитектуры Алсуса Дрединовой. Она озвучила правки в соответствии с федеральным законом об обеспечении жильем детей сирот или оставшихся без опеки родителей. Так в законе уточняется требование по населенным пунктам и многоквартирным домам, где в силу вступают права на жилплощадь этой категории граждан. Суть закона на самом деле заключается в том, что при обеспечении детей сирот микрорайоны и населенные пункты там, где обеспечивают жилыми помещениями, 25% не должно превышать 25% количества проживающих детей сирот. Потому что получается ситуация, когда вот в одном доме практически все дети-сироты проживают и ситуация несколько складывается, мягко скажем, асоциальная. Поговорили о животных. Участники заседания провели еще одно региональное законодательство в соответствии с федеральными канонами. На этот раз речь шла о терминологии. В документах, регулирующих отлов и содержание, словосочетание «безнадзорные животные» следует заменить «животные без владельца». Однако Александр Смекалин подчеркнул, что за всеми формулировками операциями с ними должна скрываться реальная польза, а не просто механические действия. У меня вообще будет вопрос, давайте мы этот вопрос как-то отдельно с вами еще раз поговорим. Потому что формальными вещами, юридическую, техническую составляющую необходимо нам соблюдать. Но по сути, в общем-то, ситуацию менять надо. Единогласно участники заседания поддержали изменения в госпрограмму региона по развитию здравоохранения на ближайшие годы. Внутри отрасли перераспределили почти 27 миллионов рублей. Из этих денег 21 миллион пойдет на ремонт центральной медико-санитарной части. Остальные шесть – на ремонт кровлиного в Малаклинской районной больнице и создание первичного сосудистого отделения в Новоспасской районной больнице. От здравоохранения перешли к судьбе портовой особой экономической зоны в Ульяновске. Проектом закона планируется принятие в государственную собственность Ульяновской области 2 миллиона 732,73 именных обыкновенных бездокументарных акций акционерного общества «Портовая особая экономическая зона», которые безвозмездно передаются акционерному обществу в особые экономические зоны в государственную собственность Ульяновской области. Правильный шаг, тем более, к сожалению, большого потока инвесторов со стороны недельного центрального распределения мы не видим, поэтому в любом случае эта функция полностью лежит на нас, на корпорации, развитием, управляющей компанией «Портовая особая экономическая зона». Поэтому надеюсь, что сейчас эффективность управления нашей территории значительно повысится. По оценкам специалистов, такой правильный шаг приведет к оперативности принимаемых решений в управлении поеза. Это первое. Второе – сократятся сроки в присвоении статуса резидента, что является весомым плюсом для инвестиционной привлекательности площадки. Рената Алиулова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова